Всем здравствуйте! В последнее время очень много людей обращались с просьбой записать видео по подготовке к зимнему сезону. Интересовались содержимым ящика, интересовались ледобурами, интересовались костюмами и прочим, но большинство вопросов было именно по тому, какими снастями я рыбачу. В частности, были вопросы именно по удильникам, по леске, которую я применяю, по мормышкам и по кивкам. Ну и, собственно говоря, именно об этом будет сегодняшнее наше видео. Следует отметить тот факт, что сама по себе безмотыльная снасть это очень индивидуальная вещь. И в разных руках одна и та же удочка с одной и той же оснасткой будет работать совершенно по-разному. Поэтому самым важным в безмотылке я считаю именно привычку рук к снасти. То есть, если вы хорошо умеете ловить на мотыля удочкой балалайкой и при этом недурственно трясете кивком, то при переходе на безмотыльную ловлю вам также следует начинать ловить с балалайки. Так у вас хотя бы получится играть ровно и без боев. Это один из основополагающих принципов игры безмотыльной мормышкой. Поэтому те удочки, которые я покажу в этом видео, это мои привычные снасти, которыми я ловлю в 80% случаев. Брать такие удилища себе на вооружение или не брать, решать только вам. Но в моих руках эти удочки работают очень хорошо. Итак, первой удочкой, которую я бы хотел рассмотреть, является вот такая вот удочка-ковалевка. Это удочка авторская, ручной работы. Она далеко не дешевая, но самостоятельно такую изготовить не получится. Поэтому удочку я покупал. Сделана она добротно, инструмент надежный. Удочка отпахала уже три сезона. Мне нравится именно вот эта модель с кнопочкой. С вот этой вот кнопочкой. Потому что легко скидывать леску с катушки. Есть еще вот такая вот модель. Это модель с фрикционным, но с кнопкой мне модель нравится больше. Эту удочку я оборудую кивком из рентгеновской пленки гнутым. Эти кивки производит Александр Зайцев. Кивочки это ручной работы также. Почему именно рентген? Потому что этот материал не мерзет на морозе. И этот материал более быстрый, нежели лавсан или металл. То есть старожок гораздо быстрее выбирает слабину лески. И от этого получается задавать очень четкую дробящую игру. Когда кончик старожка смотрит вверх. Также такой старожок отлично работает, когда его кончик смотрит вниз. Тогда получается задавать очень плавную и сопливую игру. Которая нравится капризной платве и осторожному подлещику. Основной вид мормышек, который я применяю с этим старожком, это всевозможные гвозди-шарики, гвозди-кубики и мормышки с шариком моего производства. То есть самодельные. Именно этот вид мормышек в сочетании с таким кивком Иногда дает просто изумительные результаты. Леску на эту удочку, как правило, я ставлю 2,08 салма флюорокарбон. Из расчета на ловлю капризной белой рыбы. По этой леске могу сказать только одно. На этот флюор мне удалось вытащить окуня на 1,100 кг. То есть на флюорокарбон диаметром 2,08 мм я вытащил окуня на 1,100 кг. А так, в целом, удочка рассчитана на среднестатистическую рыбу до полукилограмма веса. Поэтому примерно 50% всех моих рыбалок проходит с использованием этой удочки. Теперь давайте посмотрим небольшую нарезочку с использованием этой удочки. То есть переместимся на водоем, поймаем несколько рыб. Вы посмотрите, как кивок отработает и как отрабатывает вся снасть в целом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... следующая удочка это мой легендарный удильник на который я поднял уже много крупной рыбы это переделкой салмовской удочки удильник оборудован теплой рукояткой из пробки поставлен карбоновый хлыстик и в шпуле просверлены отверстия для выдувания забившегося снега удочка оборудована карбоновым кивком на мой взгляд это самый лучший кивок для ловли на черта потому что в умелых руках он позволяет задавать просто филиградную игру буквально по миллиметрам и любое даже самое незаметное прикосновение рыбы этот кивок без проблем покажет все дело в свойствах материала карбон это самый быстрый материал и как ни парадоксально самый чуткий о том как сделать эту удочку вместе с этим сторожком у меня есть видео на канале так что переходите по ссылке и пожалуйста смотрите как правило на эту удочку я ставлю леску диаметром 0 121 лаки джун микрон но в магазинах и не было поэтому я заехал и купил более бюджетный вариант это леска про макс это леска средней растяжимости лаки джун микрон более жесткая леска и на больших глубинах она предпочтительнее потому что из-за малой растяжимости она хорошо просекает пасти крупного окуня вот такой интересный чертячий комплект который лучше бы иметь в двух экземплярах под чертика от 0 6 до 0 8 граммов это я имею ввиду глубину от 5 до 8 метров и стоячую воду и комплект с более тонкой леской например с леской 0 1 и чертиками от 0 2 до 0 4 граммов для ловли хорошей плотвы на стоячей воде и глубине до 5 метров если у вас по каким-то причинам все-таки не получится сделать такой сторожок то я попробую оставить вам описание ссылочку на сторожки карбоновые тоже примерно подобные но также можно обойтись и металлическими кивками быстрого строя какие кивки я имею ввиду есть вот такие вот кивочки пухово тоже они как вы можете заметить быстрого строя и есть кивки чуть более мягкие но тоже быстрого строя покупала их у андрея островского вот такие вот кивочки этот кивок он чуть чуть более сопливый и на мой взгляд вот он подойдет больше под ловлю на черта на глубинах до примерно 4 метров и под ловлю плотвы но сейчас давайте переместимся на лед и посмотрим в боевых условиях как отрабатывает этот видельник как ведет себя сторожок на рыбе чуть-чуть приподнял кто-то нормальная рыбка вроде бы подлесик подлесик следующий комплект это самый утилитарный самый доступный по цене но не менее уловистый это обычный удильник salmofin необычная форма рукояти позволяет держать этот удильник вот так я называю это прищепочным хватом такой хват позволяет делать одну очень интересную проводку проводка это называется ступенька что это за проводка я вам сейчас покажу именно такая проводка часто соблазняет очень пассивную рыбу также прищепочный хват и вес этого удильника позволяет задавать высокочастотный дриблинг что немаловажно при охоте на окуне удильник обладая достаточно хорошим фрикционом удочка практически не убиваем а его умелых руках может стать серьезным оружием против крупной и осторожной рыбы немаловажную роль в этом комплекте играет сторожок дело в том что проводка ступенькой и проводка дриблингом очень хорошо задаются на слегка перегруженном кивке параболического строя это кивочки из нержавейки они в магазинах стоят порядка 100 рублей и найти их можно практически везде единственный минус который сопровождает эти кивки это то что при подсечке крупной рыбы кивок слегка загибается однако стоимость не велика поэтому с этим недостатком можно смириться леску я применяю вот такую это китайская лесочка с бирюзовым отливом мягкая в меру растяжимая хорошо держит узлы и хорошо заметно на снегу леска называется invisible magic основной диаметр который я использую на этом удильнике это 0 12 миллиметра как вы можете заметить это удочка этот кивок оборудованы моим мормушем однако достаточно хорошие результаты это удочка показывает также при ловле на чертики и на различные длинные мормышки типа папуасов и уралок на этот комплект весной 2020 года я поймал немало крупной рыбы и в этом вы сможете убедиться в ближайшее время а сейчас разрешите мне подразнить ваше воображение очень серьезной поклевкой которая произошла на этот комплект вот он пошел 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 в этом видео я целенаправленно не стал углубляться в разговор о мормышках потому что это отдельная тема требующая отдельного видео итак подытожим вот три удочки которые перекрывают практически все мои условия ловли конечно у меня есть и другие удильники но это частный случай и о них мы лучше поговорим в ходе предстоящих рыбалок небольшой комплект удочек и маленькая коробка с мормышками это все что нужно вам для рыбалки на безмоталку но у меня на этом все берегите себя всем здоровья не хвоста не тиши и встретимся на льду а